Киноконцертный зал Панорама Первая премьера театра «Июль-Ансамбль» в статусе современного театра, который родился из мастерской художественного руководителя Центра Мейерхольда Виктора Рожакова в мастерской МХАТ, 9-я студия МХТ. Название «Июль-Ансамбль» получил театр благодаря тому, что именно в этом месяце, когда-то в далеком 2004 году, студенты превратились в профессиональных артистов. Кроме того, «Июль» – это название пьесы Ивана Ворыпаева, которая является буквально талисманом для самого театра. И еще Иван Ворыпаев в творчестве с Виктором Рожаковым работает уже много-много лет и очень плодотворно. Почитатели и ценители театрального искусства Москвы, впрочем, и всей России от Виктора Рожакова всегда ожидают чего-то этакого. Современный концерт не обманул их ожидания. В этом спектакле не произносится ни одного слова, но рассказывается история всего 20 века. Хиты прошлых лет используются как документ времени. Каждое десятилетие рождает новый стиль. Каждое политическое потрясение – протест. Протест рождает субкультуру. Которая формирует новую музыку. Спектакль начинается в 10-х годах 20 века, а заканчивается в 10-х 21 века. Через такую реконструкцию времени и его музыкальной культуры июль ансамбль пытается собрать картину мира сегодняшнего. Молодежь всегда требует свободы. Всегда поет о любви и мечтает о какой-то особенной вере или отчаянии перед невозможностью любить и быть любимым. На неразрешенном противоречии создается история на сцене. Ведущие российские педагогы работали с артистами на протяжении многих лет учебы. Артисты ансамбля стажировались у европейских мастеров театра. Крёстным отцом стал Константин Райкин, подписав дипломы будущим звездам и высоко оценив их работу. А теперь еще немножко из нашей рубрики «Бесспорно интересно» об интересных и познавательных фактах театра и музыки. Сцена театра российской армии самая большая в Европе. Она помещает более тысячи человек и все необходимое для формирования сценического действия. В целом театр советской армии – это огромное десятиэтажное здание с прекрасными колоннами, спроецированное в 1934 году. В плане оно напоминает большую пятиконечную звезду. А самый маленький спектакль длится всего 10 минут. Знаменитый апокалипсис московского театра «Тени» происходит в спичечном коробке. Каждое действие длится всего лишь 15 секунд, пока горит пламя спички. Все декорации и куклы размещены в спичечных коробках. А звучат голоса Станиславского, Мирхольда и многих других выдающихся действий искусств. Во времена Мольера существовали зрители, которые сидели прямо на сцене, и у них была возможность приобрести билеты с местами прямо на сцене. Это происходило во Франции в 17 веке. И как мы с вами понимаем, это сидение на сцене вовсе не было для того, чтобы лучше насладиться игрой актеров, а это было для того, чтобы показать себя. В 2004 году Лучано Поворотти закончил свою карьеру на сцене знаменитого «Митрополитена пера» в Нью-Йорке, исполнив роль Марио Коврадоси из оперы «Тоска Пучини». Публика встречала его овациями, которые длились буквально 11 минут. Вообще Лучано Поворотти собирал огромное количество своих слушателей и поклонников почти на каждом концерте. Рекордом был концерт в Центральном парке города Нью-Йорк. Послушать любимого артиста пришло полмиллиона человек, и этот рекорд был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. В 2008 году Элтон Джон дал благотворительный концерт, который состоялся в Барвихе перед самым Новым годом. Интересный факт, но билеты на этот концерт достигали полутора миллионов рублей. А мы с вами искренне надеемся на наши новые встречи, которые, я абсолютно уверена, не за горами. Будьте здоровы и счастливы, берегите себя и своих близких. И до скорых встреч!